Всем привет, с вами Александр Слоёв, а сегодня у нас будет новый влог. Опять же, он довольно-таки интересный, лайф-формат, поездка в Андорру, поездка с пацанами и рабочие мои какие-то небольшие моменты. Так что, если вы здесь впервые, вам приятного просмотра, если вы здесь старые зрители, то учитесь им более наиприятнейшего просмотра, а мы приступаем к видеоролику. А что ты сейчас снимаешь-то? Мы еще не дошли, надо поближе. Ну вот как-то так, ребята. Танечка, ваши комментарии? Чуть-чуть подальше, вот. Итак, господа, мы пришли в одну из самых значимых локаций для моей какой-то деятельности в виде обзоров машин и влогов. Это место, где мы записывали обзор на этот Мерседес. Да, именно здесь все началось. Именно все здесь началось. Но есть изменения, конечно, в прошло много времени. Мы с Санечкой остались почти вдвоем. Да, как влюбленные. Как влюбленные. Ребята, все прям как в этом видосе. И Мерседесик Санечка немножко привтащил. Ну так, чуть-чуть здесь отвалилась. Вот сейчас покажу. Вот это вот, видите, пластиковая накладка? Она отвалилась. Ну ничего, это заказать и поставить новую. Это такое. Вот. Опять же, это зарядка, тот же самый порт. Вот там, помню, камера стояла. Да, со штативом. Слушай, да, я тут на корточке, короче, сел возле тебя. Ну, я уж слишком высокий, да? 32 киловатта? Это... Нихуя 300 километров! О, нормально. Нормально. Все, пока. Короче, мы заезжали, у нас было сколько? 124? Да. Нет, меньше. 110 там, плюс-минус. А, уже 300. Чисто так, мы сходили в БК. Пошли в порт, узнали за... По-моему, видно. Миллионов, называется. Ну, хорошо, что Артем с нами был со стороны публики. Посмотрите, анализировать ситуацию. Не, он просто все, все это... Ммм, это красиво. Как такой у меня работы нету, и я бы сказал, что я занимаюсь каким-то темками. То есть, я довольно-таки умею, ну, на свой возраст действительно чего делать, и я там делаю какие-то небольшие темки. Данную тему я называю «Северная экспансия». На самом деле, очень интересные проекты, которые сейчас там покупаются для строительства, для ремонта по северу. Я вижу в этом большие перспективы в северном направлении, потому что юг уже застроен, перестроен, слишком много туристов, а на севере можно сделать какие-то очень интересные проекты. И на самом деле, по своей практике говорю, что лучшие приложения находятся только у местных. Ничего хорошего на сайте не выкладывают. А если выкладывают, то нужно сразу ехать, смотреть, потому что приложения вообще-нибудь сразу разбирают. И спрос на такую недвижку очень большой был один дом, который купили перед нами, прямо перед нашими глазами, который мы точно смотрели. Данный дом задумывается под реновацию, под полную перестройку. Ну, не полную перестройку, там, может, конечно, цемент оставят в самую базу. Но тут планируется сделать такой мини-отель. На самом деле, приложение очень мое, потому что там еще входит в стоимость до 100 тысяч евро, грубо говоря, участок земли. И приложение действительно хорошее. Наверное, думаю, что мы совместны. Там сзади машина, машина сзади. И да, на самом деле север острова очень сильно отличается. Там немножко холоднее и, конечно, больше влажность. А здесь я немножко кайфую от панорамы в этом старом Lexus RX. И когда я уже лез обратно, заметим то, что сзади у нас милит старая M3 и E93 вузов. И после этого я потом прокатился немножко с Саньком на Тайкане. В принципе, мне эта машина на Луки нравится. Ну, что говорить, Порше делают вещи. Потому что немцы, конечно, не сравнятся ни с какими ни китайцами, ни зикарями. Это все аж шляпа. Как сказал один хороший человек. Есть деньги, бери Тойоту. Есть чуть больше денег, бери Лексу. Если есть еще больше, бери себе больше. Порше стоит снаружи, греется на солнце. Ты нас ненавидишь, ага, мы подгонки. Ты не мой братишка, мау, фак, йоу, не блин, ноу. Говори сам, и на вы, да я бикой, да я бикой. Котлер за пять лямов, и они чаяны. Садом стал, братан. Все братишки тоже, ведь я помню свой конь. Смотри, смотри, смотри. Снимаешь шутку? Смотри, смотри, ногу. И что же, как я сказал ранее, у меня была назначена поездка в Андорру. Так, чисто, немножко отдохнул. Но основная цель поездки, конечно, это была, опять же, там одна оттенка. И, в принципе, там пару дней провели, просто спокойно погуляли, отдохнули. Я в этот раз не стал много чего снимать, потому что у меня немножко там было творческое выгорание. Ну, не просто, не только творческое выгорание, вообще просто выгорание. И я захотел немножко отдохнуть от всей какой-то ручки. Что же, наконец-то в Барселоне, но приключился такой небольшой казус Ok Mobility, потому что они не понимают дебетовые карты, и нам пришлось отдавать другую машину. Изначально мы рядовали Peugeot 2008 на автомате, но в итоге нам дали Citroen C3 и на механике. Конечно, это немножко форшмачная машина, но уже все равно, что я немножко устал. У меня как бы уже реально все равно на все. Так что сейчас идем здесь в аэропорту забирать эту машину, посмотрим, чтобы не битая, не крашеная была. И с богом. Вон стоит, по-моему, 58-й лот. Да, вон красная стоит. Ну что? Боже, да, это наши машины. Быстренько посмотрим. Морда. 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 Да. Морда? Да. В этот раз у нас тассах из четырех человек и, честно говоря, я уже устал. Это, это, это провал, это позор. Стрэнг Цэдкросс, аэрокросс, это еще механика, это просто ужасная машина, просто посмотрите, это пластиковая руль, это пластик, это пластик. Слушайте, одной рукой, всю консоль двигаю, одной рукой. Машина на паркинге. Так у нее колеса двигаются. У нее колеса двигаются. У нее руль не заблокирует. А пока есть ли ключи наставь? О, заблокируется. Говно. Смотрите, ключ вставлен, вот, ключ. Фигуруль. Смотрите внимательно. Смотрите внимательно. Вся колодка двигается. Вся колодка двигается. А что у нас тут вечно стоит что-то? в аэропорт Это тенерифе я брал. По идее сейчас, после этого, я должен поехать на сети. Горочку вместе с Машей. Типа там такие горочки, которые, ну, с видео вы прикольных сыгран, там, где тормоз между ног. Это не тот тормоз, вы прямо подумали. В общем, проще это увидеть, чем объяснить. На меру, Машина. Вот такая здесь заброшка стоит. Здесь Тайкон. Очень интересная машинка. Причем, и интересность в том, что она не только заброшена, она еще почти во всем карбоне. Скорее всего, это Турбээс. Это заброшка капсула времени. Крышка тоже на карбоне. Крышка на карбоне. Сбой на карбоне. Вот такая заброшечка стоит. Французики забыли, видимо, про свою машину. Начинается уже красота. Это вход на Гран-де-Мария-Андорра. На фолликуляр. На это я сейчас. Хотим мы сейчас прокатиться на горочках. На таких. На Истании. Спасибо, что перенесли. Ну, кстати, да, музей Мотоциклов. Можно будет на обратном пути сходить. Вот такой вход. Уже сидим внутри кабинки. Конечно, первый раз. No experience. А ты ни разу в кабинках не ездил? Вип, смотри, у нас випа. Сюда типа стаканы ставят. Да, вип, стаканчики. Все, закрылось. Закрылось? Все. Поехали, получается. Ничего себе она быстро едет. Да. Видишь, она где-то медленно, где-то быстро. Да, понятно. О, разгончик. Опа. Я понял, она так трясется. Й-ху-ху-ху. О, гу-ху-ху-ху. О, гу-ху-ху-ху. Красота. Ну, гу-ху-ху. Ну, гу-ху-ху. Красота. Очки солнечной защиты. Это типа школа и база. Есть всякие мелкие, научиться. Не, ну прикольно, прикольно такое местечко. Андорра, это снежная пушка. Много, больше, больше. Много, больше. Покупай, давайте. Покупай, тренировки. Присо, сейчас камера сядет от холода. Не знаю, меня бросили. А, это же дистанция надо, чтоб я не улепился. Уху! 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 Да, Сонька, я не знаю, насколько долго снимала. Уху. Не знаю, что до конца пешеходов? Уху! Ух ты! Ух ты! looked at the lake Перекусим на большую остановку, и дальше мы едем в туристовый Ла Сангрия. Сангрия, Ла Сангрия. И, наверное, там небольшой перекус делаем, пообедаем, и дальше мы поедем, наверное, в сторону отеля, и дальше, наверное, там погуляем стол по городу. Конечно, Андора очень прикольный город, и... Ну, не город, а страна, извиняюсь. И мы остановимся около водопада, и водопад, конечно, тоже очень красивый. Конечно, природа – это очень хорошая часть Андора. А это, к слову, пока я шел чисто случайно в Пандоре, я встретил первую из 125 в мире Ауди РС6 в АБТ-обвесе. Тут еще нужны файлы. Там мало. ЦВЛА 45. Ешка 63-я. Сейчас посмотрим, цешки, ешки. Оказывается, здесь ты очень злая машина. ЦЛС-53. Конечно, вот эта машинка очень классная. Бананчик. Ушла эпоха. Бананы новые перестали позвонить. А еще 53-я версия. А, вот эта. ЦЛОВА версия в этом поколении. Чего так не значит? Чего так? Чего так не значит? Нужно так? Вот, тяжка. Сорт-три-тья. Ага, у Е53 нечинат, речь. А, целое. Целое. Ну, и рекупор. Новый пахнет, конечно, красотой. 250 Е, всего 35, но от предыдущего поколения Е-53, но вот есть 93 Майва, но это либо 43, либо 68, СССР-63, нет грубо, ГЛЯ-63, вот у нас целый Е-53, девочка купила, СССР-63, ну что же, все, идем забирать машину с парковки, мы по кинарной заедем куда-то перекусить, и парковочка стоит 10 евро в сутки, так что парковка вышла в общей стоимостью от 40 евро. Остановились на этом же споте отдохнуть, так что уже едем и дальше вперед в путь. Хорошее настроение взял кофейкун в дорогу, остановились на той же заправке Цепса, сейчас осталось 40 минут плюс минус 40-50 минут на Барселону. И когда я вернулся, был опять легендарнейший ваниш, который довольно-таки очень хорошо прошел, я там поснимал много контента, наконец-то там были какие-то нормальные машины, и в принципе, действительно, мне прям понравился этот ваниш, прям ваниш был хороший, вот. Короче, новый ваниш, рассказываю, вот эта машина продается очень долго, это гибридная тройка, ее очень долго продают, это жесткий неликвид, ее продают за 30-1000 евро, это жесткий неликвид, это я знаю, продается, русские продают. Тенерифе кармитинг. Короче, я не видел больше гайпа, музыка для будней или лайпа, музыка для magic, музыка для кайпа, Брат мой, дави газбул, я к ней, да на танцпол Детка, ты будь со мной, громче играй, наша Все такие на сцене, все такие красивые, все такие богаты, а ты такая Все шикарно Происходит преступление Ты снимаешь? Конечно Когда колхозят машины, надо всегда снимать Ну просто знаешь, что прикол, потому что надо не почитаться наоборот Не надо подобрать слов, чтобы описать боли унижения, которые я испытывал И после этого мы с пацанами на следующий день, по-моему это было, да это было воскресенье, ванч был в субботу, а в воскресенье мы с парнями собрались резко, неожиданно на тейды и поехали чисто так посмотреть на ночной тейд И в принципе это было неплохо Доброе утро, что ты хочешь сделать? Доброе утро, что ты хочешь сделать? Доброе утро! 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 Посмотрите, туристы идут, идут Я тоже турьё Вот турист Я тебе камеру засветил, ты ничего не видишь Садь, ебать тут понаехал Что же, а если вы здесь были впервые и вам понравился данный видеовлог, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, с вами был я, Александр Человек, всем удачи и пока!